Беседа на слова. Отче мой, если возможно, доминует меня чашись я. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Матфея 26, 39. Глубокую рану нанесли мы недавно хищникам и любостяжателям. Не для того, чтобы повредить им, но чтобы исправить их. Не по ненависти к людям, но по отвращению к порокам. Так и врач разрезывает рану не по неприязни к больному телу, но желая истребить болезнь и язву. Сегодня же дадим им немного успокоиться, чтобы они отдохнули от боли. И чтобы, получая непрестанные удары, они не отвратились от врачевания. Так поступают и врачи. После рассечения они прикладывают пластыри и лекарства и медлят несколько дней, придумывая средства, облегчающие боль. Подражая им, и мы сегодня дадим отдых тем людям, чтобы они извлекли пользу из нашей беседы. И будем вести речь о догматических истинах, обратив внимание на прочитанное. В самом деле, многие, я думаю, недоумевают, почему Христос сказал это. А может быть и имеющиеся в наличности еретикизла намеренно пользуются сказанным, и через это многих из простейших братьев доводят до падения. Итак, мы и этим заградим доступ, и недоумевающих избавим от беспокойства и смущения. Взяв сказанное изречение, займемся им и войдем в глубину его мыслей. Недостаточно ведь одного чтения, если вместе с тем не будет и разумения. Так и Евнух Кандакий читал, но пока не пришел учитель, который объяснил ему то, что он читал, да то ли не получил большой пользы. Поэтому, чтобы и с нами не случилось того же, внимательно выслушайте сказанное, напрягите ум. Предстаньте с душой, не занятой ничем другим. Пусть будет зрение ваше остро, ум напряжен, душа свободна от житейских забот, чтобы нам не бросать слов в тернии или на камни, или при дороге, но чтобы, возделывая плодоносную и тучную ниву, мы могли пожать обильные плоды. Если вы будете так внимать сказанному, то и для нас сделайте труд более легким, и для вас самих сделайте разумение более удобным. Что же было прочитано? «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Что значат эти слова Христова? Нужно яснее истолковать это изречение и потом предложить разрешение. Что же значат эти слова? «Отче мой, если возможно, доминует чаша сия». Отклони крест. Что говоришь ты? Разве он не знает, возможно ли это или невозможно? Кто может сказать это? Хотя такие выражения свойственны незнающим, потому что частица «если» выражает обыкновенно неуверенность. Но, как я сказал, не должно останавливаться на словах, а нужно обращаться к мыслям и узнавать цель говорящего, причину и время, и, сообразив все это, находить таким образом заключающийся в них смысл. Неизреченная премудрость, тот, который знает отца так, как отец знает сына, как мог не знать этого? «Знание страданий не больше знания существа Божия, которое он один точно знает. Говорит, как знает меня отец, и я знаю отца». И она 10.15. «И что я говорю о единородном сыне Божьем? Даже и пророки, по-видимому, не знали этого, а точно и знали, и предсказывали с великой уверенностью, что это должно быть, что это непременно будет. Послушай, как они различным образом все предсказывают о кресте. Во-первых, патриарх Яков, он, обращая речь ко Христу, говорит, «Сын мой взошел». Вот, Бытие 49.11. «Называя летростью Деву и выражая чистоту Марии. Потом, указывая на крест, говорит, лег, уснул, как лев и как скимен. Кто поднимет его?» Успокоением и сном он назвал смерть Христову. И со смертью соединил воскресенье, сказав, «Кто поднимет его?» Другой никто, а сам он себя. Поэтому и Христос говорил, «Имею власть положить жизнь мою, имею власть снова принять ее». Иоанна 10.18. «И еще разрушьте храм сей, и в три дня воздвигну его». Что же значит «лег, уснул, как лев». Как лев бывает страшно не только тогда, когда бодрствует, но и когда спит. Так и Христос был грозен не только до креста, но и на самом кресте и самой смерти. И тогда он совершал великие чудеса, помрачая солнце, расторгая камни, потрясая землю, раздирая завесу, устрашая жену Пилата, обличая Иуду, потому что тогда последний сказал, согрешил я, предав кровь неповинную. И жена Пилата объявила, «Ничего не делай праведнику тому, ибо я много пострадала во сне из-за него». Тогда тьма объяла вселенную, и явилась ночь среди дня. Тогда смерть истощилась, и сила ее ослабела. И многие тела усопших святых воскресли. Все это предсказывая издревле и выражая, что Христос и распинаемый будет грозен. Патриарх говорит, лег, преклонился, как лев. Не сказал, уснешь, но преклонился, уснул. В удостоверении того, что это непременно будет. Пророки обыкновенно во многих местах говорят о будущем, как о прошедшем. Потому что как невозможно, чтобы прошедшего не было, так невозможно, чтобы и предсказанное ими, хотя оно и будущее, не исполнилось. Поэтому они предсказывают о будущем в виде прошедшего времени, чтобы тем показать неизбежное и непременное исполнение предсказаний. Так и Давид, предсказывая о кресте, говорил, «Пронзили руки мои и ноги мои». Не сказал «пронзят», но «пронзили». И так, что можно было перечесть все кости мои. И не только об этом говорил, но и о том, что сделали воины. Разделили ризы мои себе об одежде моей, бросали жребий. И не только об этом, но и о том, что дали Христу вкусить желчь, и напоили его уксусом. И дали, говорит, пищу мне желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Псалом 68. Так же и другой пророк, предсказывая о том, что Христа пронзили копьем, говорит, и возряд на него, которого пронзили. Захария 12.10. Исайя же, пророчество о кресте, в другом отношении сказал, «Как овца введен он был на заклане, как агнест, пристригущем его, безгласен. Так он не отверзает уст своих». Во смирение его суд его взялся. 18. Заметь же, как каждый из них говорит о будущем, как бы о прошедшем, выражая этим временем непременное и неизменное исполнение предсказанного. Так и Давид, описывая то же судилище, говорит, «Что метусы и язычники и народа замышляет тщетное? Предстались стариземные и собрались вместе на Господа и на Христа его». Псалом 2. И не только говорит он о судилище о кресте и о том, что было на кресте, но и о предателе, который вместе со Христом жил и разделял с ним трапезу. «Идущий, говорит, хлеб мой, поднял на меня пету». И о словах, которые он имел произнести на кресте, пророчествует так. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Так же и о гробе положили меня в росты из подней, в темных и в сене смертной. И о воскресенье не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Псалом 15.10. «И о вознесении возошел Бог при воскресании, при гласе трубном. «И о сидении одеснуя отца, сказал Господь Господу моему, сидя одеснуя меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». А Исайя приводит и причину этого, когда говорит, что он ради беззакония людей моих введен был на смерть, и что так как все, как овцы, заблудились, то он и закалается. Затем, изнесняя и важность дела, прибавляет, ранами его мы исцелились. Он грехи наши вознес. Если же пророки знали о кресте и о причине креста, и о том, что совершено крестом, и о погребении, и о воскресении, и о вознесении, и о предательстве, и о судилище, и все это с точностью описали, то как не знает об этом сам, пославший их и повелевший возвестить это? Кто из здравомыслящих может сказать это? Видишь ли, что не должно останавливать внимание на одних словах? Здесь не только это возбуждает недоумение, но и последующие слова возбуждают еще больше недоумения. В самом деле, что говорит он? Отче, если возможно, да минует меня чаша сия. Здесь представляется, будто он не только не знает, но и отказывается от креста. Слова эти значат. Если можно, говорит, то я хотел бы не подвергаться распятию на кресте и умершвлению. Между тем, Петру, верховному из апостолов, когда этот говорил ему, будь милостью к себе, Господи, чтобы не было с тобой всего, он сделал столь сильную укоризну, что сказал, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, ибо думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Хотя незадолго перед тем назвал его блаженным. Христу казалось так несообразным не быть распятым на кресте, что апостол, который получил откровение от Отца, был назван блаженным, получил ключи от неба. Он назвал сатаною и соблазном и укорил его, как немыслящего, ибо думал о том, что не Божие, за то, что сказал ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет с тобой всего, что быть распятым на кресте. Итак, укорившись столь сильно ученика и сделавшему такое замечание, после таких похвал, назвавший его сатаною, за то, что он говорил, ты не будешь распят, как сам не хотел быть распятым на кресте. Как же после этого, изображая доброго пастыря, он поставил особенным признаком его добродетели то, чтобы умирать за овец своих, сказав так, я есть пастырь добрый, пастырь добрый душу свою полагает за овец, и не остановился на этом, но еще и прибавил, а наемник не пастырь, видит волка приходящего, оставляет овец и бежит. Если доброму пастырю свойственно умирать за овец своих, а не хотеть подвергаться свойственно наемнику, то как он сам, называя себя добрым пастырем, просит освободить его от смерти? Как же он говорил, я полагаю душу мою сам. Если ты сам полагаешь душу свою, то почему просишь другого, чтобы не полагать ее? Как же и Павел, удивляясь ему за эту решимость, говорит филиппийцам, 2 глава, 7-8 стих, «На уничтожил себя самого, уничижил, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». И сам Христос в одном месте говорит так, «Ибо посему любит меня Отец, что я душу мою полагаю, и чтобы снова принять ее». Если же он не хочет этого, но отказывается и просит Отца, то как он любим посему? Любовь бывает тому, что происходит по желанию. Еще, почему Павел говорит, любите друг друга, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас. Так же и сам Христос перед распятием говорил, «Отче, пришел час, прославь сына твоего», Иоанна 17,1, называя славою крест. Как же там он отказывается, а здесь даже просит поспешить? А что крест есть слава, об этом послушай, как говорит евангелист. «Ибо дух святый еще не сходил, так как Иисус не был прославлен». Иоанна 7,39. Смысл этих слов следующий. «Еще не была дана благодать, потому что вражда Божия к людям еще не была прекращена, так как еще не предшествовал крест. Крест разрушил вражду Божию к людям, совершил примирение, сделал землю небом, соединил людей с ангелами, разрушил твердыню смерти, сокрушил могущество дьявола, уничтожил силу греха, избавил землю от заблуждения, не спроверг их жертвенники, истребил смрад жертв, насадил добродетель, основал церкви. Крест желания отца, слава сына, радость духа, похвала Павла. А я, говорит, не желаю хвалиться ничем, только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Галатам 6,14. Крест яснее солнца, светлее лучей, потому что когда оно помрачилось, тогда он воссиял. Солнце помрачилось тогда, не уничтожившись, но быв побеждено светом креста. Крест разодрал наше рукописание, сделал ненужную темницу смерти. Крест – знак божественной любви, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. Также и Павел говорит, «Если же мы, бывшие врагами, примирились с Богом, смертью и Сына Его». Римлян 5,10. Крест – неразрушимая стена, непреодолимое оружие, опора богатых, богатство бедных, ограждение обижаемых, оружие, подвергающееся нападениям, обуздание страстей, основание добродетели, знамение чудное и удивительное. «Роды сей ищут знамения, сказал Господь, и не дастся ему знамения, кроме знамения ионы». Также и Павел говорит, «Ибо иудеи ищут знамения, и елеме ищут мудрости. Мы же проповедуем Христа распятого». Крест отверзра и ввел в него разбойника и род человеческий, который готов был погибнуть и недостоин был даже земли, привел в Царство Небесное. Так много благ было и бывает от креста. И скажи мне, Христос не хочет быть распятым? Кто может сказать это? А если бы он не хотел, то кто принудил его? Кто заставил? Для чего же он предпосылал пророков, которые предвозвещали, что он будет распят, если он не намерен был распят, если не хотел подвергнуться этому? И для чего он назвал крест чашей, если бы не хотел быть распятым? Ведь этим именно выражается желание, которое он имел по этому предмету. Как для жаждущих приятна чаша, так для него распятие на кресте. Поэтому он и говорит, «Желанием желал бы я есть эту Пасху с вами, сказав это не без причины, но потому что после вечери предстоял ему крест». 21. Итак, тот, кто называет это дело славою, укоряет ученика за возражение ему, поставляет признаком доброго пастыря смерти за вес. Говорит он, «Желал бы я этого» и добровольно идет на это дело. Почему просит, чтобы его не было? А если бы он не хотел, то разве трудно было остановить тех, которые приступали к нему? Теперь же видишь, он сам поспешает к этому. Когда приступали к нему, он сказал, «Кого ищете?» отвечает ему Иисуса. Он говорит им, «Это я». И отступили назад и пали на землю. Так он сначала ослепил их и показал, что он мог избежать, а потом предает себя, чтобы ты знал, что он не по необходимости или принуждению, или насилию, приступивших подвергся этому, но добровольно, по собственному предизбранию и желанию, и по давнему приготовлению к этому. Для того и пророки были предпосылаемы, и патриархи предсказывали, и словами, и делами крест был предизображаем. И жертвоприношение Исаака означало крест. Поэтому и сказал Христос, «Авраам, отец ваш, рад был бы увидеть славу мою, и увидев, возрадовался» Иоанна 8,56. Патриарх возрадовался, увидев образ креста, а он отказывается от самого креста, и Моисея побеждала Малика, потому что показывал образ креста, и бесчисленное множество событий можно видеть в Ветхом Завете, которые предизображали крест. Для чего же было так, если тот, кто имел быть распятым, не хотел этого? Последующее возбуждает еще больше недоумений, сказав, «Да мимо идет от меня чаша сия, он присовокупляет, но, впрочем, не как я хочу, но как ты». Здесь буквально мы находим два противоположные одно другому желания, то есть отец желает, чтобы он был распят, а сам он не желает. Между тем везде мы видим, что он желает одного и того же с отцом, предизбирает одно и то же с ним. Так, когда он говорит, «Да им, как я и ты, едино, так они в нас забудут едины». Выражает не что иное, как то, что у отца и сына одна воля. И когда он говорит, «Я говорю, то не я, но отец во мне пребывающий, он творит дела эти». Иоанна 14, 10. Выражает то же, когда он говорит, «Я не от себя пришел и не могу ничего от себя творить». Выражает не то, будто он не имеет власти говорить или делать. Нет. Но хочет показать с точностью, что его воля согласна с волею отца и на словах, и на деле, и во всех распоряжениях одна и та же у него с отцом. Как уже неоднократно мы объясняли, потому что слова «не от себя, говорю, означают не лишение власти, а согласие». Как же здесь он говорит, впрочем, не как я хочу, но как ты. Может быть, мы причинили вам много труда, но ободритесь. Хотя и много сказано, но я хорошо знаю, что ваше усердие сильно. Да и речь моя приближается наконец к самому разрешению. Для чего же так сказано? Слушайте со вниманием. Учение о воплощении Бога было весьма неудобо приемлемо. Это чрезмерное человеколюбие Его и великое снисхождение было страшно и требовало многих в самом деле приготовлений, чтобы оно было принято. Представь, каково было слушать и поучать, что Бог, неизреченный, не тленный, не постижимый, невидимый, необъятный, в руке которого концы земли презирает на земли, она трясется, прикасается к горам и заставляет их дымиться, которого славы, явленной не вполне, не могли видеть даже херувимы, но распростертыми крыльями покрывали свои лица. Тот, который превосходит всякий ум и превышает разумение, оставив ангелов, архангелов и все высшие разумные силы, благоволил сделаться человеком, принял плоть, созданную из земли и персти, войти в утробу девы, быть носимым в очреве девять месяцев, питаться молоком и испытать все человеческое. Так как имевшее совершиться было столь удивительно, что и по совершении многие не веруют этому, он предпосылает наперед пророков, которые возвещали то же самое. Так патриарх предвозвещал это, когда говорил «С добычи сын мой поднимается, преклонился он лег как лев». Бытие 49.9 Исайя говорит «Седева во чреве зачнет и родит сына и нарекут ему имя Эммануил». И в другом месте возвестили о нем, что вот отрок, отрасль от земли жаждущей, жаждущей землей называет «чрево девы», потому что оно не принимало семени человеческого и не испытало совокупления, но родило его без брака. И еще «Сын дан нам» Исаии 9.6 И еще «И произойдет отрасль от корня Исеева и жетвер произрастет от корня его». Уваруха Иеремия читаем 3 глава 37-38 Он нашел все пути премудрости и даровал ее рабу своему Якову и возлюбленному своему Израилю. После того он явился на земле и обращался между людьми. И Давид, указая на пришествие во плоти, сказал, «Сошел, как дождь на руно и как капли, каплющие на землю, потому что он тихо и кротко вошел в очрево девы». Впрочем, этого еще недовольно, но и по пришествии, чтобы не считали события призраком, он удостоверяет в этом деле не одним только появлением, но в течение продолжительного времени и прошедшей все человеческое. Так не прямо входит он в человека совершенного и полного, но в очрево девы, так что потерпел и ношение в очреве, и рождение, и питание молоком, и возрастание, и продолжительность времени, и различием всех возрастов удостоверил в истине события, и этим не ограничивается удостоверение, но облегшись плотью, он попускает ей терпеть недостатки природы, алкать и жаждать, спать и утомляться. Наконец, шествуя и на крест, он попускает ей испытать свойственное плоти, потому и капли пота истекали из нее, и ангел являлся и укреплять ее, и печалится она и скорбит, потому что прежде чем сказать те слова, он говорит, душа моя смутилась, и печально до смерти. Если же при всех этих действительных событиях злые уста дьявола через маркиона понтийского, валентина, манихея персянина и многих других еретиков решились извратить учения о домостроительстве и распространить сатанинскую молву, будто Христос не воплощался, не облекался плотью, а было только видением, призраком, представлением и обольщением, несмотря на то, что об этом свидетельствует его страдания, смерть, погребение, алжиба, то если бы ничего такого не было, не гораздо ли более дьявол посеял бы этих преступных мыслей нечестия. Поэтому-то он, как алког, как спал, как утомлялся, как ел, как пил, так просит избавить его и от смерти, показывает свое человечество и немощь природы, которая не может без страдания лишиться настоящей жизни, подлинно. Если бы он не говорил ничего такого, то еретик мог бы сказать, если он был человеком, то ему надлежало испытать свойственное человеку. Что же именно? То, чтобы, приближаясь к распятию на кресте, страшиться и скорбеть, и не без скорби лишаться настоящей жизни, потому что в природу вложена любовь к настоящей жизни. Поэтому он, желая показать истинное обличение плоти и удостоверить в истине этого домостроительства, с великой ясностью обнаруживает свои страдания. Это одна причина. Но есть и другая, не меньше этой. Какая же именно? Христос, пришедший, хотел научить людей всякой добродетели. А научающий учит не только словом, но и делом. Это самое лучшее учение учителя. Так корнче, посадив ученика, показывает ему, как держать руль, присоединяя и слово к делу. Он и не говорит только, и не делает только. Подобным образом и домостроитель, поставив желающего научиться от него, как строится стена, показывает ему это делом, показывая и словом. Точно так же поступает и ткач, и вышиватель украшений, и золотых дел мастер, и медник, и всякое искусство имеет учителем слово и дело. Поэтому и Христос, пришедший научить нас всякой добродетели, и словами внушает, что должны делать, и сам делает. Кто сотворит и научит, говорит он, тот великим нарешется в Царстве Небесном. Матфея 5.19. Посмотри. Он заповедовал быть кроткими и смиренными и учил этими словами. Смотри же, как он научает тому же самому и делами. Сказав блаженные нищие духом, блаженные кроткие, он показывает, как должно исполнять это. Как же научил он? И взяв полотенце, припоясался и умыл ноги ученикам. Что может сравнить все с таким смирением? Так он научает этому не только словами, но и делами. Так же и кротость и перенесение обид он научает делами. Как? Когда ударил его раз первосвященника, он сказал, если сказал худо, покажи, что худо, если же сказал хорошо, что ты бьешь меня? Он заповедал молиться за врагов, и этому опять научил делами. Восшедший на крест сказал, отче, прости им, ибо не знает, что творят. Как заповедал молиться, так и сам молиться. Научая тебя, так молиться, и сам не бездействуя в прощении врагам. Так же он заповедал благотворить ненавидящим нас, и делать добро злословящим нас. Это же он исполнял и на деле, потому что изгонял бесов из иудеев, которые называли его беснующимся, благодетельствовал гнавшим его, питал злоумышлявших против него, руководил царствию, желавших распять его. Еще желая расположить учеников своих к нестяжательности, он говорил им, не собирайте ни золота, ни серебра, ни меди в ваши пояса. Этому же учил он и делами, когда говорил, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, сын же человеческий не имеет где голову преклонить. Матфея 8, 20. У него не было ни стола, ни дома, ни другого чего-нибудь подобного, не потому, чтобы он не мог людей идти этим путем. Таким же образом он учил их и молиться. Ученики сказали ему, научи нас молиться, и не молиться только, но и тому, как должно молиться. Нужно было научить их, поэтому он дал и следующую молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе, хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. То есть в опасность под козни не веди. Так заповедовал молиться, не веди нас в искушение. Он научает тому же и самым делом, когда говорит Отче, если возможно, доминует тяше сия мимо меня, научаясь всех святых не подвергаться опасностям, не бросаться на них самим, но ожидать нападающих и являть всякое мужество, а не самим стремиться к ним и не самим первым идти на бедствие. Для чего? Для того, чтобы внушить смиренно мудрие и избавить от обвинений в тщеславии. Потому и здесь, когда он говорит эти слова, он пришел, сейчас бодрствует со мною, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Видишь ли, как он не только молится, но и убеждает, дух говорит бодр, а плоть же немощна. Это говорил он для того, чтобы предохранить души их от тщеславия, удалить от гордости, сделать их смиренными и приучить к кротости. Таким образом, как он хотел научить их молиться, так и сам молился по-человечески, не по божеству, потому что божество не причастно страданию, а по человечеству он молился, чтобы научить нас молиться и всегда просить об избавлении от бедствий, но если это будет невозможно, то с любовью принимать угодное Богу. Потому он и сказал, впрочем, не как я хочу, но как ты, не потому, чтобы иная воля его и иная отца, но чтобы научить людей, хотя бы они бедствовали, хотя бы трепетали, хотя бы угрожала им опасность, хотя бы не хотелось им расставаться с настоящей жизнью, несмотря на это предпочитать собственной воле волю Божию. Так и Павел, научившись этому, исполнял то и другое на самом деле. Он просил избавить его от искушений, а всем говорит он трижды молил Господа, 2 Коринфянам 12.8. И так как это неугодно было Богу, то говорит, посему я благодушенствую в немощах, в обидах, в гонениях. Эти слова может быть не ясны, поэтому я поясню их. Павел подвергался многим опасностям и молил Бога, чтобы избавиться от опасности, но услышал от Христа «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Когда таким образом он узнал волю Божию, то наконец подчинил волю свою воле Божией. Итак, этой молитвой Христос научил нас тому и другому, чтобы мы не стремились к опасностям и даже молились, чтобы не впасть в них. Но если они постигнут нас, то переносили бы их мужественно и предпочитали собственной воле волю Божию. Зная это, будем молиться, чтобы нам никогда не впадать в искушение, а если впадем, то будем просить Бога, чтобы Он дал нам терпение и мужество и станем предпочитать воле Его всякому нашему желанию. Таким образом, мы настоящую жизнь проведем безопасно и достигнем будущих благ, которых досподобимся все мы благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.